Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия В результате тех далеких исторических событий, ставших последствием геополитического соперничества ряда государств, были понесены большие потери. Оказались разобщенными целые этносы. Всеми. Людям довелось пережить скитания, потерю близких, тяготы и лишения. Мы скорбим обо всех погибших в ту эпоху. Оглядываясь на те события полутора вековой давности, понимаем, даже в такие тяжелые времена народы сумели сохранить свой культурный код, язык, традиции и обычаи, чтобы передать их потомкам. Сегодня, живя в единой семье народов Российской Федерации, мы должны также бережно относиться к этому бесценному наследию предков и, живя в единственной из согласий, вместе идти вперед, стремясь к благополучию, стабильности и процветанию нашей многонациональной Карачаева, Черкесии, нашего общего Дома России, в дружбе и согласии наша сила. Пусть в каждом доме царят мир и благоденствие, добро и взаимоуважение. Закончился текст обращения первых лиц республики. В Совете Федерации Федерального Собрания страны прошло заседание форума молодых парламентариев, молодежь 21 века, сберегая наследие, развивая сотрудничество, приближая будущее. Мероприятие прошло в рамках празднования десятилетия создания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, членами которой являются депутаты парламента Карачаева-Черкесии Артем Трифонов и Сапар Биаркенов. В работе форума приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что за 10 лет работы Палаты молодых законодателей сформировалась большая парламентская семья, сообщество неравнодушных, активных и талантливых людей. За большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественную деятельность Валентина Матвиенко вручила благодарность депутату парламента республики Артему Трифонову. Количество бюджетных мест в вузах Карачаева-Черкесии увеличилось на 30%. Инициатива президента страны стартовала еще в прошлом году и продолжает набирать обороты. В приоритете по-прежнему инженерно-техническое, IT, педагогическое и медицинское направления. Все это, несомненно, поможет повысить уровень образования и, как следствие, качество жизни. Самое время нынешним и будущим абитуриентам задуматься о выборе учебного заведения, где они будут получать знания для выбранной профессии. Для наших ребят это замечательная возможность получить качественное образование, не выезжая за пределы региона. В Карачаево-Черкесии сейчас есть все условия для того, чтобы расти, учиться, развиваться и трудиться на благо родного края и всей России, написал на своей странице в телеграм-канале руководитель региона Рашид Темрезов. В Черкесске начался ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам мэра города Алексея Баскаева, в этом году приоритет отдан дорогам в частном секторе. Всего в нормативное состояние будет приведено 27 участков автодорога Республиканского центра, большая часть которых непосредственно в частном секторе. На сегодняшний день уже отремонтированы два участка улицы Юбилейной по 300 метров каждый. Сейчас работы ведутся на улицах Энгельса, Веселой и Рыночной. Общей протяженностью 2 километра 300 метров, в рамках которых будут заменены старые бордюры, дорожное полотно, знаки и обустроенные пешеходные переходы. В Республиканском центре за три года реализации программы «Безопасные качественные дороги» с 2019 по 2021 годы отремонтировано более 40 километров автодорог. Новую выплату для семей с невысокими доходами в Республике уже получают 7 230 семей на 12 635 детей, которым перечислено свыше 218 миллионов 600 тысяч рублей. По правилам заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В случае отказа семья получит соответствующие уведомления в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней. Напомним, подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, а также в клиентских службах пенсионного фонда и МФЦ. Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям. В случае, если средний душевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты. Он может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. С начала текущего года в беззаявительном порядке назначено более 41 тысячи пенсий по инвалидности. Тему продолжит руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсии и социальная выплата к ней, в том числе и набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов, без необходимости предоставления в Пенсионный фонд подтверждающих документов. С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже более чем 41 тысячи россиян, в том числе около 400 из них жителей Карачаева-Черкесии с инвалидностью. Речь идет о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале государственных услуг или по почте, если учетной записи на портале нет. «Коронавирусная инфекция может перейти в разряд сезонных, и, возможно, каждый год к ней будет подбираться вакцина, как это делается в случае с гриппом», рассказал директор Центра научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора страны Василий Акимкин. О вероятности перехода коронавирусной инфекции в разряд сезонных также сообщали и другие инфекционисты России. По словам Акимкина, у Центра есть собственная отечественная национальная база данных, которая насчитывает более 130 тысяч геномов коронавируса. На сегодняшний день штамм коронавируса «Омикрон» насчитывает более 45 мутаций. Энергетики Карачаево-Черкеси за 4 месяца текущего года обеспечили электроэнергией 65 новых объектов в курортном поселке Архыс. Специалисты Карачаево-Черкесской «Энерго» выполнили все организационно-технические мероприятия и подключили к электрическим сетям построенные в Архызе гостевые дома, базы отдыха, крупный спортивно-оздоровительный комплекс, объекты общественного питания и торговые павильоны. Специалисты уделяют особое внимание надежному электроснабжению курортных зон республики и развитию их электросетевой инфраструктуры. По итогам четырех месяцев работы почти половина выданной новым потребителям республики мощности приходится на курортный поселок Архыс, где сейчас идет интенсивное строительство новых туристических объектов. Всего же за 4 месяца филиал Карачаево-Черкесской «Энерго» подключил к своим сетям 373 новых потребителя. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии задержали 45-летнего жителя Черкеска, объявленного в федеральный розыск по подозрению в совершении убийства. На следующий день в Ставрополе оперативниками был задержан второй подозреваемый, 56-летний житель города. Сейчас ОПА находится в изоляторе временного содержания. Преступление было совершено в апреле этого года. Поздним вечером в лечебные учреждения доставили 36-летнего мужчину, жителя аула Адильхалк с огнестрельным ранением бедра. Потерпевший впоследствии скончался. В России продолжает работу федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» – масштабное мероприятие российского общества «Знания». В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, заместители председателя правительства России Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов России Антон Силуанов и другие. Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9-11 классов и первых-вторых курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. 17 студентов республики в эти дни принимают участие в работе 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре. С видеоприветствием к участникам фестиваля обратился президент России Владимир Путин. Всего в мероприятии участвуют 5000 человек из 85 регионов страны. Карачаево-Черкесию представили 17 студентов Государственного университета. Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои навыки в различных направлениях – хореографии, вокали, актерском мастерстве, журналистике и даже моде. Победители получат миллион рублей на продвижение. В год столетия Карачаева-Черкесии откроется экспозиция в Красногорской сторожевой башне XIX века, рассказал директор Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой Хаджимурат Ильканов. – Хочу сказать, что мы, как часть Министерства культуры Карачаева-Черкесской республики, мы музеи имеем в виду, одними из первых начали осуществлять эти мероприятия. В этом году у нас экспозиция, постоянно действующая на Красногорской башне по плану. – Красногорская башня тоже, естественно, один из наших, я надеюсь, будет передовых филиалов, так же, как и музей-памятник защитникам перевала Кавказа, потому что он находится на федеральной трассе, и не только у гостей Карачаева-Черкесии, но и у местных жителей. Очень большой интерес к этому объекту, всем хочется зайти на территорию. Мы планируем и обустроить, благоустроить и внутри дворовую территорию, и создать еще постоянную экспозицию в самой башне. Ну и последняя информация, увлекательное путешествие под таким названием. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева на базе Института культуры и искусств проходит фотовыставка выпускницы университета, доцента кафедры изобразительного искусства и дизайна Адыгейского государственного университета Саиды Евтых. Посвящена она 55-летию института и юбилею автора. Мы говорим о том, насколько значимость. Вот эта площадка, которая моя самая любимая, то есть можно расплакаться, потому что я, насколько, не знаю, упрашивала, чтобы здесь быть, но не упрашивала, просто заикнулась, так сказать, хочу, потому что для меня это много значит, эти стены. Потому что вот вчера приехали мои сокурсники, вот Алина Бачаева тоже счастлив, я осталась в дворе, я останусь даже на открытии выставки. И все 18, по-моему, у нас было человек, они отдельно меня поздравляли, нас сюда пропустили, слава богу. Так что это было очень приятно. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Утром местами дождь, в горах со снегом, туман, днем преимущественно без осадков, ветер западный 6,11 м в секунду, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в горах местами плюс 7,12 и выше 3000 метров лавина опасна, в Черкесске без осадков, ветер западный 6,11 м в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 21. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск с Ритой Неровой завершен. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!